Напоить ставропольцев согревающим кофе или накормить вкусными продуктами. Одеть, обуть и создать еще тысячу разных предметов для жизни, работы или досуга горожан. 40% экономики Ставрополя создает малый и средний бизнес. Он же приносит основные доходы в городской бюджет. Пусть поля кинзы или люцерны у Юлии растут в размере микро, зато пользы и витаминов жителям приносят не меньше, чем те, что растут на плантациях крупных агропредприятий. Весь смысл заключается в том, что мы выращиваем все эти виды до стадии первых двух листов. В этот момент заключается вся польза растений. То есть получается, что вы съедаете небольшое поле гороха или небольшое поле краснокочанной капусты. Представляете, сколько витаминов. Выращивая микрозелень, ей параллельно приходится решать вопросы субсидий, налогов, рынков сбыта или аренды. То есть развивать бизнес. Как избежать трудностей и в какую сторону двигаться, бизнесмены и власти города обсудили на Створопольском форуме предпринимателей. Его проводят уже в третий раз. Участников все больше, а темы бесед все шире. Это IT-сектор, налоги, актуальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в сфере налогообложения, и риелторская секция. Государственная кадастровая оценка, которая состоялась в этом году. Много вопросов к проблемам бизнеса. Наша задача их проинформировать, им помочь. Потом сектор городского туризма. И после этого будет мастер-класс. Местные власти заинтересованы в развитии предпринимательства. Не только в экономическом, но и в социальном плане. Силами бизнеса в том числе строятся дороги, скверы. Услышать проблемы деловых людей, найти пути их решения – цель площадок форума. В целом же такие обсуждения нужны по всему краю, уверены организаторы. А открытый диалог – важный элемент, который сделает совместную работу бизнеса и власти результативнее. На то, чтобы отыскать решение на болевшие проблемы или наоборот рассказать о своем успешном опыте ее решения, у Ставропольских предпринимателей есть один день и несколько секций. А на форуме побывали Ирина Ивановская и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.